Добрый день! Интернет-магазин bilyardmag.com. Меня зовут Богдан. И продолжаем снимать видео-обзоры бильярдных киев. И сегодня у нас бильярдный киев Батченко 7х6 в Венге. Значит, на этих киев уже установлена более такая вот продвинутая скрутка со скрытой резьбой. Она, скажем так, функционально в принципе такая же, как и скрутка с обычной стандартной резьбой. Но выглядит получше. То есть, с точки зрения эстетики, она все-таки немножко лучше. Значит, ну, изготовлена из стали. То есть, ну, скрутка нержавейка в латунь. Значит, по наборке давайте посмотрим поближе. Наборка достаточно большая, в стандартных углах. Вот так выглядит. Давайте с шафта начнем. Вот он шафткий. Вот так он выглядит сбоку. Вот такая у нас переклейка. Значит, поближе давайте рассмотрим Венге. То есть, видите, здесь вот на Венге видны вот такие, как неровности, да, на поверхности. Это у нас просто были случаи, когда говорили клиенты, что это трещина. Ребята, это не трещина, это структура дерева. То есть, Венге, вы можете обратиться к Википедии, Венге является достаточно пористой древесиной. Ну, как пористой. Здесь вот, как вы видите, сейчас я попробую так навести, чтобы была фокусировка. Ну, Венге достаточно темный попался. Он вообще от средне-коричневого с черными жилами до вот такого темно-темно-коричневого с черными жилами. То есть, здесь вот есть такие вот черные жилки. То есть, эти черные жилки, они фактически как наполняющая составляющая древесины. То есть, она такая более плотная, черная структура – это более плотные волокна. Коричневая структура – более, скажем так, мягкие волокна. И вот эти, скажем так, черные волокна, они выполняют роль скелета в древесине. И вот, как правило, на пересечении черных и коричневых волокон появляются вот такие вот микропоры. Для меня наличие микропор свидетельствует о том, что кий не залит лаком. Если бы кий был залит лаком, то поры были бы скрыты, их бы заполнил бы лак. Это мы говорим в недорогих киях. В более дорогих киях эти трещины тоже менее заметны, потому что там другие поронаполняющие составы используются. А вот в недорогих киях, если поры на венге нет, то это означает, что там приличный слой лака лежит. Здесь установлена наклейка Triangel, стандартная, средняя, ближе к твёрдой. Установлен стакан или ферруле, как его называют. Давайте замеряем диаметр наклейки. Усреднённый размер, общепринятый на киях Батченко, у нас 12,5. В этом кие мы смотрим, у нас диаметр наклейки 12,3. То есть, ну, чуть-чуть меньше среднего размера. То есть, в основном, конечно, чаще всего встречаются 12,5. Давайте немножко дальше. Вот эта наборка на шафте. Видите, она в объектив не помещается. Довольно такая большая наборочка. Значит, по турнику Kia. Значит, на турнике у нас... Сейчас катится шафт. Значит, по турнику у нас 7 запилов на турнике. Вот так он поближе выглядит. Вот такая наборка. Здесь низ Венге. И сделан... Здесь внизу вставлен логотип производителя, мастерская Батченко. Затем сделали такая наборка. Из композитных колец сделана такая декоративная наборка. То есть, белая, чёрная, белая, чёрная, белая, чёрная. И один из самых важных элементов здесь установлено металлическое кольцо. То есть, вот такой металлический бампер, он хорошо достаточно себя зарекомендовал. То есть, Kia даже после выработки резинки, если вы резинку вовремя не замените, и резинка стёрлась, то у вас не разрушится целостность Kia. То есть, Kia достаточно долго выходит даже при отсутствии резинки. Но рекомендую не затягивать замены резинок. То есть, резинки заказывайте, пожалуйста. Они стоят недорого. Какая резинка износилась, лучше её заменить, чтобы не разрушалась нижняя часть Kia. То есть, вот таким образом выглядит в общем виде Kia. Вески её в баченка составляют порядка 710, 715, до 700 где-то 300. Ну, скажем так, давайте будем говорить о усреднённых размерах. Усреднённый размер где-то порядка от 705 до 740 грамм. То есть, разброс достаточно большой. Если вам нужно при покупке, ну, вам принципиально инвески, я, то можете задать вопрос менеджеру. Вот взвесим, то есть, геометрия тоже самое, можно замерить перед продажей Kia. А также можно, если вам нужно, вот, ну, принципиально увидеть тот Kia, который вы покупаете, да, то вы можете попросить менеджера, снимем для вас видео. Ну, скинем там на Viber или будет другой, там, мессенджер, можно скинуть видео, чтобы вы видели, что покупаете. И, также важно, к этому Kia идёт тубус в подарок. Какой тубус можно выбрать, вы можете посмотреть в описании к товару на сайте. И, в принципе, на этом всё. Это был видеообзор бильярдного Kia мастерской Баченко 7х6 Венге. И обзор подготовлен интернет-магазином billyardmag.com. Меня зовут Богдан, спасибо вам за внимание. Всего доброго, до свидания.